Главное настроение на гору Качканар. В метель рискнули забраться даже с детьми. Все ждут праздника. По лунному календарю наступается Галган или Новый год. Туристы устраиваются поудобнее, чтобы приступить к трапезе. Члены общины читают с утру сердца. Говорят, она знаменует саму суть буддизма. Трапеза здесь отдельный ритуал. Первую ложку отдают животному и только потом начинают есть сами. Те, кто живет здесь, выбрали особый путь. Монахиня Хангорма – молодая мама. Ее дочь Василиса отмечает первый в своей жизни буддийский Новый год. Помыши ручки, поздоровайся с тетей. Скажи, привет, тетя. Здесь к Новому году начинают готовиться заранее. За день до праздника во дворе меняют флажки, как их называют, коней ветра. По поверью, чем больше истреплется флажок на ветру, тем более удачным будет Новый год. Потом проводят торжественные службы, которые заканчиваются в 6 утра. А днем нужно порадовать туристов. К ним приходит местный аналог Деда Мороза – Белый Старец. Новый год? Да! Год прошел! Да! Вот это да! Память знать уже не там. Потом появляются его помощники – животные, символы года. Переодетые члены общины проводят конкурсы для туристов. Сегодня им предлагают поединки. А-а-а! Сидите, сидите! В этом году гостям впервые дарят подарки. Монахиня Хангорма показывает мандалы. Они структурируют пространство вокруг вас. Вот на самом деле есть еще мандалы, которые висят на потолке. И те, которые мы делаем из ниток, каждый цвет означает определенный элемент. И мы подбираем их по году рождения для каждого. Потому что каждый год он что-то значит. И каждый элемент он что-то значит. Каждый из гостей получил мандалу или маленький сувенир, чтобы Новый год по восточному календарю принес удачу и счастье. Александра Поддубная, Айгуль Размётова, Интера ТВ.